Вы хотите стать мэром? Я нет. Я вообще никем не хочу стать. Я уже всем, кем хотел, стал. Даже кем не хотел, и тем стал. Поэтому мне уже стремиться не к чему. Я уже там. Где там? Там. Я Василию Владимировичу расскажу интересно. Я знаю, вы про Валерия Васильевича? Да. Вы знаете... Валерий Васильевич Лобановский, да. Дмитрий Ильич рассказывал эту историю в студии. Когда я сказал, что там, да. Смотрите, в Ютубе, где меня смотрят миллионы людей. Да. Там, в других, там, в книгах, там, все там. То есть я уже сделал то, что я даже не мечтал сделать. Власть меня не интересует в принципе. Вот вообще в принципе. Она корежит, калечит и уничтожает людей. А как я, видя, что происходит с людьми в историческом процессе, вот в течение веков, видя одно и то же, как я могу себе этого желать? Не могу. Что так людей влечет во власти? Влечет людей, как правило, две вещи. Или две вместе, или каждая по отдельности. Первое – самоутверждение. И второе – деньги. Нигде нельзя так быстро, по-легкому срубить деньги, как во власти. И нигде нельзя так самоутвердиться, как во власти. Вот вчера я жил в своем зачуханном селе, извините за выражение, и меня обижали односельчане. И считали меня дурачком. А сегодня я уже целый депутат, или губернатор. И все до меня возвращаются. Раньше сказали Иванька, а сейчас Иван Петрович. И это я им всем показал. Всем. Они вот тут. Вот тут все у меня. Я приезжаю, они мне двери отчиняют. Отчиняют. Кажут Ивану Петровичу, проходьте, пожалуйста. Это первый вариант. Второй, конечно, деньги. Ну, слушайте, люди делают состояние, приходя в политику. Как вы ставитесь, запытание ведетача, как вы ставитесь до подвиненного гражданства Харьков, Петровича, 67-го роков? Смотрите, я отношусь хорошо к двойному гражданству. Вот у меня одно гражданство Украины, и я сразу вам хочу сказать, я не собираюсь брать второе. У меня есть одно гражданство Украины и одно гражданство Израиля. Ни одного. Ни одного гражданства нет, и я его не собираюсь брать. Оно мне не нужно. Особенно, когда открыли Европу, без виз ввели. Петру Алексеевичу спасибо, я хорошее помню. Без виз – это большая заслуга Порошенко. Вот ввели без виз, ну и все прекрасно. В Европу ты можешь ездить, если ты украинец, у тебя украинское гражданство. В Соединенные Штаты Америки виза дается, пожалуйста, можешь ездить. Другие страны открыты. Отпадает потребность даже думать о втором гражданстве. Но это элемент свободы. И многие люди хотят такой свободы. Не я, многие хотят. Я к этому отношусь с уважением. Чтобы люди имели два гражданства. Одно но. Исключение должна состоять Россия. Это страна, с которой мы находимся в состоянии вооруженного конфликта. Это страна-агрессор, захватчик. Поэтому, если примут закон о двойном гражданстве, нужно обязательно оговорить, что только кроме гражданства Российской Федерации. У меня нет отношений с Олегом Тягнебоком. Я вам больше скажу, у него нет отношений со мной. Я занимался, вы знаете, сильно этим вопросом. И я вам скажу, после чего. После того, как уважаемый мной Михаил Комиссарук угостил нас конфетами в Винской фабрике Солод Камрия птичье молоко и курага в шоколаде. Я вдруг вспомнил свое детство, и то в детстве, наверное, таких вкусных конфет не было. У меня первая мысль была сделать бизнес. Организовать сеть кафе или магазинов, где бы продавались вот такие вкусные конфеты. Я люблю сладкое, честно вам скажу. Но я люблю вкусное сладкое. Я не люблю невкусное. И я поехал с ребятами нашими, с друзьями. Я трижды или четырежды специально ездил в Винницу на эту фабрику. Специально. Оказалось, что это семейный бизнес, работает прекрасная семья. Мама была в советское время главным технологом местной кондитерской фабрики в Винницкой. И она сохранила память о гостах, какими должны быть конфеты. В чем секрет? В том, что шоколад натуральный и все составляющие натуральные. Поэтому эти конфеты относятся к скоропортящимся. Там две или три или месяц, две недели или три или месяц они могут, я не помню точно, они могут находиться на полках. Все. А конфеты, которые производят наши остальные фабрики, Во-первых, там пальмовое масло вместо какао. А во-вторых, ну представляете, срок годности год-два, что это за продукты. Вот поэтому я сейчас готовлю, честно говоря, я не знаю, можно ли это говорить, не реклама ли это будет, я сейчас готовлю с Винницкой фабрикой проект, мы будем выпускать конфеты, птичье молоко, гордон в шоколаде. И буквально через недели-две мы уже в сети Кола в Киеве запустим эти конфеты на пробу. Дмитриевич, во-первых, я жду вас с коробочкой за этим столом, мы выпьем чаю. А во-вторых, слушайте, ну до чего дошел прогресс? Вот еще гордона в шоколаде мы не видели. А смешно звучит. Звучит хорошо, звучит очень приятно. Надо вызывать у людей положительные эмоции. Как вы относитесь к тому, что вас в интернете сейчас не просто много, а невероятно много. Вы стали не просто уже человеком, вы стали событием в интернет-пространстве. Как вы к этому относитесь? Василий Владимирович, и хорошо, и плохо. Почему? Объясните. Почему хорошо? Потому что льстит самолюбие, знаете, приятно, мемы на тебя делают, а тебе говорят, а тебе... Я говорю как есть. А тебе пишут, карикатуры придумывают, рисуют портреты, татуировки выбивают, набивают. Песни посвящают. Песни посвящают, да. Ну, это забавно. С другой стороны, вы говорили об Алле Борисовне Пугачевой. Я всегда помню одну вещь. Вот она сказала мне в интервью. Я ее спросил, Алла Борисовна, когда-то еще? Это 30 лет назад было. Я ее спросил, а почему вы не участвуете в песнях года, в финальных концертах, как раньше? А почему вас меньше на экране? И она мне сказала гениальную вещь. Она сказала, не надо, чтобы было много человека. Надо, чтобы его не хватало. Нельзя, чтобы от него уже отвращение наступало. Надо, чтобы не хватало, чтобы его хотели увидеть, и чтобы его появление вызывало эмоции. Я об этом помню. Я получаю огромное количество приглашений на всевозможные эфиры. Участвовать в ток-шоу, в программах, в очень популярных программах. От танцев со звездами, вот третий раз отказываюсь уже, до замечательной программы «Маска», которая выходит на канале «Украина». Прекрасная программа, кстати. Я отказываюсь от подавляющего большинства приглашений, потому что я помню Аллу Борисовну Пугачеву. Она умную вещь сказала. Не надо мельтешить, не надо, чтобы тебя было много. Пусть лучше тебя будет мало, и тебя ждут. Что вы планируете тогда, сейчас? Ограничить чуть-чуть свое присутствие, отказаться от участия? Я его ограничиваю, как могу. У меня каждую неделю порядка 15 приглашений на телеэфиры. Не играю. Я хожу от одного до трех раз максимум. Стараюсь меньше и меньше. Я, честно скажу, я каждый вторник хожу к вам. Для меня это приятно, и мне это нравится. Это возможность донести какие-то свои мысли. Но просто так красоваться на экране мне ни к чему. Выслушай, меня будет меньше, чем больше. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Продолжение следует...